Материальную помощь сможет получить уже в этом месяце. Глава иманжелинского сельского поселения пообещал выплатить 10 тысяч рублей за сгоревший дом пенсионерки. В администрации рассказали, что это максимальная компенсация, которую они могут предоставить пострадавшей. Как произошел пожар и где теперь вынуждена жить 60-летняя женщина в сюжете нашего корреспондента. Алевтина Иосифовна вспоминает, попала в больницу с тромбофлибидом и в палате узнала. Осталась без крыши над головой. Сгорело все. И как начинать жизнь чистого листа в 60, жительница поселка иманжелинка просто не представляет. В этом доме она прожила 22 года и не осталось ничего. У меня дом сгорел. Я в это время лежала в больнице. Дети мне позвонили в 2 часа ночи, сказали, что сгорел дом, тушили здесь его. Причину, на следующий день приезжали эксперты и сказали, что замкнула электропроводка. Но я не верю, что электропроводка, потому что работали только холодильник и морозильная камера, остальное все было отключено. Дома никого не было. Как рассказывает Алевтина Иосифовна, этот год для нее обернулся адом. Только женщина отметила свой юбилей, спустя месяц умер зять. И дочь осталась с тремя детьми. Один из них – анкобольной. За ним требуется круглосуточный уход. Алевтина Иосифовна помогала дочери, а теперь сама осталась на улице и без денег. Вся моя бытовая техника сгорела. И холодильник, и морозильная камера. Все тут. Стиральная машинка, батареи. Все тут. Посуда. Все сгорело. Все. По словам пенсионерки, за помощью в администрацию она обратилась несколько месяцев назад. Ей пообещали 10 тысяч. Только вот даже этих денег она до сих пор не увидела. Значит, у нас проходило заседание о показании материальной помощи. Вот. И было принято решение, соответственно, о положительном принятии решения, положительное оказать материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. То есть, согласно нашему положению о показании материальной помощи, это максимальная сумма, которую мы можем оказать. Сегодня, например, принято решение, то уже завтра мы подставим письмо о том, что она может прийти в карту, получить эти деньги, помогающие ей. Это может быть даже в ноябре, может быть. Пока Левтина Иосифовна живет у своей дочери и надеется на помощь администрации. И вот теперь, спустя полгода после пожара, чиновники готовы выплатить старушке компенсацию. Татьяна Лаврова, Андрей Грещук, 31 канал.